Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма Гарри и Хендерсоны. Приятного просмотра! Семейство Хендерсона возвращается домой после похода и охоты. Джон решает повеселить родных и подает газку. Его слепит солнце, он отвлекается на детей и оленя. Добрый сынок Эрни предлагает отцу кого-нибудь сбить, и мужчина таки сбивает кого-то очень волосатого. Его жена Нэнси хочет помочь животинке, а мелкий живодер надеется, что у нее размазались по асфальту мозги. Джон больше переживает за побитую машину. Подойти к мохнатому он отваживается только с винтовкой. Увидев пятерню, похожую на человеческую, горе-водитель позвал посмотреть на сбитое создание всю семью. Пацан предполагает, что это настоящий снежный человек, а значит он имеет большую ценность для науки, и его нельзя здесь оставлять. Бигфута с горем пополам затащили и привязали крыши автомобиля. Неожиданно громадина приходит в себя, орет и пугает семейство. Машина тормозит, и животное соскользнув с нее отлетает на десяток метров. Пощупав пульс, Джон сделал вывод, что на этот раз оно точно умерло, и они снова водрузили тело на крышу. В то же время по следу снежного человека идет какой-то охотник. Позже он находит отвалившийся номерной знак. Ночью Джон пошел на шум и столкнулся с ожившим Бигфутом, который похозяйничал на кухне и вывалил из холодильника все продукты. Здоровяк преследует мужика и, нанюхавшись перца, чихает ему в лицо. На кухню по очереди заходят все члены семьи и оторопевают при виде громадины ростом под потолок. Дочь Сара в очередной раз обратила внимание на его вонючесть. Нэнси с этим борется при помощи освежителя. Сара хотела спасти цветок, подаренный ей на 15-летие, но Бигфут его сожрал. Девочка-подросток начала вычитывать его и рассказывать, как он плохо поступил. Снежный человек страшно наорал в ответ и тем самым выгнал семью на улицу. Животное бьется о дверной косяк и ломает его, а после продолжает поедать цветы. Голова оленя его смутила. Проделав дыру в стене, он пытается найти тело, но его почему-то нет. Далее проверку на прочность не прошли ступени лестницы. Джон решил остановить разрушителя при помощи винтовки, но не смог выстрелить в человека подобное существо. Найдя бабушкину норковую шкурку, Бигфут очень расстроился и тут же вышел во двор, чтобы ее похоронить. Он с осуждением посмотрел на семью и прикопал останки бедного создания. Следующая в очереди на погребение – голова оленя. Джон пытается спрятать все свои охотничьи трофеи, пока Нэнси не дает зверю войти. Пока Бигфут передвигается по дому и ужинает золотыми рыбками, Джон звонит в полицию. Но в его историю сержант, конечно же, не верит. Полицейский издевается над мужчиной, а зверь тем временем сходил в туалет и открыл для себя такую штуку, как зеркало. К Хендерсонам пришла соседка Айрин, чтобы отдать им их собаку. Семья делает все возможное, чтобы женщина не увидела их гостя, и отводит снежного человека в подвал. Лестница под ним тут же рухнула. Песик сразу учуял животное. Невыносимую вонь почувствовала и Айрин. Ей понадобилось арахисовое масло, а Хендерсоны как раз размораживали холодильник. Бигфуту не сидится в подвале, и он порывается выбраться наружу. Добряк возвращает ребенка назад и улыбается мужчине. Что делать дальше, глава семейства не знает. Ну, по крайней мере, животное заперто и никуда не денется. Но вот сам Бигфут думает иначе. Песик наконец-то добрался до вонючки и хочет его покусать. Но здоровяк не обижается, ему нравятся все животные, даже такие вредные. Нэнси замечает у зверя рану и обрабатывает ее. Все снова задумались, что с ним делать. Сара предлагает его продать и разбогатеть. Охотник Жак Лафлер работает на антрополога Уоллиса Райтвуда. Они оба помешаны на поисках снежного человека и безрезультатно занимаются этим уже долгие годы. Пока дамы ходили за покупками, Джон приступил к дрессировке при помощи сахара Рафинада. Правда, выполнение команды «сидеть» стоило ему дивана. Теперь, каждый раз при повторе этого слова, мохнатый резво налетает на мебель своей задницей и разламывает ее в дребезги. Нэнси настаивает на том, что Бигфуту не место в их доме, от которого скоро ничего не останется. Но зверь уже нашел себе подходящее место на кресле напротив телевизора. Он угорает над старым комедийным шоу про обезьянку. Семья приняла решение отвезти Бигфута обратно. На прощание они кормят его гамбургерами, но снежный человек не ест мясо, только рыбу. С помощью еды Джон пытается заманить его в салон машины, к которой Бигфут относится с опасением. План сработал, не считая помятой крыши. Пацан расстроился и убежал в дом, отец ему объясняет, что в этом создании больше от человека, чем от зверя, и его нельзя держать у себя как собачку. Вместе они решили, что их лесного друга зовут Гарри, но отвезти Гарри в лес не удалось. Пока они беседовали, Бигфут сбежал и теперь ошивается где-то в пригороде. Снежный человек изучает содержимое холодильника уже в другом доме. Женщина перепутала его палец на ноге с мышкой и напала с газетой, после чего потеряла сознание. Пацан решил, что теперь должен прощаться с каждым своим животным и отпускает в добрый путь песика. В утреннем шоу ведущий смеется над новостью о том, что одна дамочка якобы столкнулась со снежным человеком. Эту же новость обсуждают и на работе Джона. Лафлер в справочной узнал, кому принадлежит номер машины и заявился к Хендерсонам. Охотник интересуется у Нэнси, что за животное они сбили. Женщина увиливает от его расспросов и закрывает дверь прямо перед носом странного типа. Далее он отправился в магазин купить патроны крупного калибра. В оружейном на своего отца работает Джон. Тот рассказывает сыну, что этот подозрительный мужик помешан на снежном человеке. Джон берет в библиотеке все, что связано с Бигфутами. В одном из журналов они с Нэнси видят фото Жака Лафлера и понимают, что их друг в опасности. Между Гарри и его домом пролегает оживленная автотрасса и он не знает, как ее пересечь. Джон находит музей антропологии, которым заведует доктор Райтвуд. Он расспрашивает старика, может ли сосквотч стать членом семьи. Но по заявлению антрополога это невозможно, в нем слишком много звериного. Из музея мужчина вышел с целой охапкой мерча. Джон скучает по великану и даже нарисовал его портрет. А тем временем Гарри продолжает путешествие по пригороду. Он увидел, как женщина варит курочку в кипятке и подумал, что то же самое с собой делает пара в джакузи и распереживался из-за этого. Несколько человек увидели Гарри и на следующий день сюда съехались репортеры. О снежном человеке теперь судачит весь город. Отец хочет воспользоваться ситуацией для рекламы магазина и просит Джона нарисовать злобного Бигфута с огромными клыками и длинными когтями. Джона мучает дилемма. Он рад просьбе отца, но ему сложно рисовать злобное создание и делать из него мишень для охотников. В детстве он просил от отца в подарок краски, но получил водяной пистолет. Теперь он сам сделал такой же подарок своему сыну. В итоге Джон нарисовал милого Гарри, и отец в нем разочаровался. В оружейном магазине яблоко негде упасть, все хотят купить себе ствол, да помощнее. От одного из покупателей он узнал, где снежного человека видели в последний раз. А тем временем отец подрисовал Гарри злобную гримасу. Мужчина психанул и уволился. Джон приехал на место происшествия. Усач со сломанной рукой рассказывает, как огромный скалящийся Йети схватил его вместе с байком и швырнул на землю. Но Джон тут же заставил Вруна рассказать репортерам правду, что он скорее всего просто испугался и врезался в столб. По всем телеканалам рассказывают только о снежном человеке. Гарри в новостях увидел своего друга и вломился в магазин техники. Увы, унести его с собой он не может. Очередной телевизор полетел в полицейскую машину. Теперь полиция ищет преступника в костюме макаки. По следу Гарри также идут Лафлер и Джон. Последний чуть не попался, но вместо него повязали одного из городских охотников. Лафлер подозревает, что Бигфут спрятался в мусорном баке. Так и есть. Гарри его закидывает к себе. На звук выстрела ментовки прибежал Джон. Они очень обрадовались, когда увидели друг друга. Спасая зверя от вооруженных людей, Джон угоняет мусоровоз. Лафлер пришел в себя. В этот момент, чтобы не сбить бомжа, Джон резко затормозил и мусорный бак слетел с мусоровоза. Друзья убежали от полисменов, но от них не успел убежать Лафлер. Гарри вернулся к Хендерсенам, чему несказанно рада все семейство. Ну, может быть, кроме Сары, которая учила знакомую вонь еще со второго этажа. Тут произошла неприятная ситуация. Из кладовки вывалились все охотничьи трофеи Джона. Гарри очень расстроился. Мужчина попросил прощения и похоронил все чучело во дворе. После Гарри искупали в соседском бассейне и привели в порядок его шерсть. Хендерсенам позвонил антрополог доктор Райтвуд. Он увидел Джона в новостях. Семья пригласила его к себе и накрыла на стол. Увы, главное блюдо Ростбиф также покоится вечным сном на заднем дворе. Доктор пустился в воспоминания о том, как однажды в лесу унюхал Бигфута и поиски загадочного существа увлекли его на всю жизнь. Эта мания лишила его и семьи работы. Он не догадывается, что цель всей его жизни сейчас вредничает прямо за его спиной. И тут старик наконец-то повернул голову и увидел его, настоящего улыбающегося со сквоча, и тоже расплылся в улыбке. Семья хвастается, что Гарри знает команду сидеть, и тот решил это показать на практике. Пробив пол, он свалился на бильярдный стол. От вонючего лафлера бегают все заключенные. Адвокат обещает ему, что он выйдет уже вечером. Мужчины спланировали, как доставят Гарри в безопасное убежище. Сам Бигфут притащил себе веток для лежбища. Утром Айрин увидела, что ее кусты роз уничтожены. Это Гарри решил наладить отношения с Сарой, порадовав ее ярким букетом. Надо будет показать их Айрин. Она любит розы. Лафлер изучает испорченные розы. Айрин думает, что нашла виновного и угрожает ему электроножом. На мгновение перед ней показался Гарри, и женщина потеряла сознание. Семья уезжает с Бигфутом. Профессор прокалывает бывшему напарнику шины. Гад угоняет машину Хендерсонов. Наши герои попадают в пробку. Гарри обращает внимание на то, что полицейскую машину пропустили, и заорал во всю глотку, подражая полицейской сирене. Это позволило им также беспрепятственно проехать. Хендерсоны хотят оставить Гарри в его естественной среде обитания, в горах. Лафлер их уже почти догнал, и Хендерсонам нужно поспешить с прощанием. Чтобы Гарри поскорее ушел, Джон на него кричит и даже бьет по лицу. Расстроенный снежный человек скрывается между деревьями. Но вот беда. Гарри оставил следы на снегу. По ним его и выслеживает Лафлер. Семья пытается сбить его с толку, натаптывая поддельные следы. Но охотник делает вывод, что здесь живет целая стая. Он видит убегающего Бигфута и стреляет в него. На охотника нападает храбрый пес. Тот его грубо откидывает. Но Гарри поймал домашнее животное, сломал ружье и выкинул пистолет. Лафлер бьет его кулаками и даже пинает между ног. Последний удар оказался наиболее болезненным. Гарри разозлился, но все же не нанес подлецу никакого вреда. Зато на охотника накинулся Джон. И что удивительно, Гарри за него заступился. Лафлер скулит и просит спасти его. Но потом все же сдается и признает, что Гарри Хендерсон не представляет опасности для людей. Наконец Гарри прощается с каждым членом семьи и уходя даже произносит слово окей. Оказалось, что все это время спиной к людям стояли и шифровались другие Бигфуты и даже маленький соскваченыш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова